НТР начинает эфирное вещание. В студии Яна Чупахина. Здравствуйте. Живет в электрощитовой с ребенком-инвалидом и руководители подписываются на местные здания. Сейчас подробнее. История жительницы Камских Полян, которая 16 лет, живет с ребенком-инвалидом в электрощитовой, дошла до суда. Напомним, семья Ахуновых, состоящая из трех человек, проживает в комнатушке 18 квадратных метров. Со слов хозяйки, находиться в помещении небезопасно. Повсюду висят провода, а на окне решетка. Адвокат настаивает, что его подзащитный имеет право на получение жилья вне очереди. Однако ответчик, которым является исполком Камских Полян, указывает на то, что получить жилье социального наима женщина может исключительно в порядке очереди. Подробности этого непростого дела смотрите сегодня в итоговом выпуске НТР в 18 часов 30 минут. Сегодня праздник людей, которые первыми принимают на себя волны людских проблем. 8 июня – день социального работника. Свой профессиональный праздник в Нижнекамске они начали отмечать еще накануне. В милосердии для работников благородного труда организовали концерт и праздничный ужин. Отличившимся сотрудникам и ветеранам профессии, вручили благодарственные письма от министерства и грамоты от главы. Подпиши родителей и близких. Акция под таким названием продолжается. Проводится она в рамках подписной кампании на второе полугодие текущего года. Основная цель – привлечь внимание как можно большего количества людей к печатным изданиям. Организатор акции «Медиахолдинг ТатМедиа» всем предлагает оформить подписку для своих родителей, близких друзей и знакомых на татарстанские газеты и журналы. Наша газета «Нижнекамское время» тоже в этом списке. Все желающие могут оформить подписку на это современное и актуальное издание. К акции уже присоединилось немало известных руководителей. Свои отношения к печатной прессе выразила и начальник управления здравоохранения Венера Рахимова. Она подписалась сама и подписала своих родителей. Нижнекамские гимнастки отличились на всероссийском турнире. Соревнования под названием «Столица» прошли в Казани. В нем приняли участие спортсменки из полутора десятков регионов страны. Нижнекамск представляли воспитанницы спортклуба «Нефтехимик». Юные нижнекамки соревновались в категории А, которая предполагает высокий уровень подготовки спортсменок. Среди наших были не только опытные гимнастки, но и начинающие. Некоторым из них всего по пять лет. Несмотря на возраст, девочки выступили уверенно. Лучшими стали Ралина Шахиева и Виктория Зарипова. Плюс 17 сейчас в Нижнекамске облачно с прояснениями. Дело о взятке полицейским рассматривают в Нижнекамском суде. Об этом расскажем через пару часов. Звоните нам по телефону 40 07 70 или пишите на сайте ntrdefis24.ru. Еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова